Варшава с 1939 по 1955 таковы географические и временные рамки экспозиции, которая была открыта накануне в городе над Бугом. Проект, организаторами которого выступили представители Польского института в Минске, Дома встреч с историей, Генерального консульства Республики Польша в Бресте и областного киновидеоброката посвящен 70-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения польской столицы, а также 35-летию внесения старого города Варшавы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этим проектом мы хотели присоединиться к этим мероприятиям, празднованию этой годовщины. Таким образом, со стороны консульства, закрыть, так сказать, этот год празднований Победы, которая имела место 70 лет тому назад. На каждой из нескольких десятков фотографий целая жизнь. Сначала мирная и спокойная, затем разрушенная и кажется словно прерванная, потом постепенно входящая в привычное русло. В Левобережной Варшаве в годы войны было разрушено около 80% строений, не было мостов, инфраструктуры, общественных зданий и памятников. Однако власти приняли решение восстанавливать город из руин. Под знамена этого дела встали обычные поляки. Единственными средствами финансирования служили пожертвования. Мы показали некоторые этапы разрушения и восстановления польской столицы. В своё время велись серьёзные дискуссии на тему того, в каком ключе отстраивать город, делать его просто функциональным и современным или реконструировать и сохранить фрагменты прошлого. Решено было вернуть исторический облик, в том числе и как памятник о войне и напоминание о важности сохранения мира. Первую экскурсию по экспозиции, к слову, провёл её автор, польский журналист, искусствовед и знаток истории Варшавы Ежи Маевский. И это был один из существенных поводов прийти на выставку именно в день её открытия. Однако и тем, кто не попал на старт работы вернисажа, расстраиваться не стоит. Изучить историю Варшавы, разрушенной и восстановленной, можно будет почти до конца января.